Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и сегодня будем смотреть ваш второй прогноз на неделю вперед с 18 по 24 сентября 2023 года. Помощниками нашими будут это мадемуазель Ленорман от Габриэля Санчес и Таро 1001 жизни, поэтому давайте с вами приступать, посмотрим, что же приготовит эта неделя. Вы, пожалуйста, по прошествии периода пишите в комментариях, резонирует ли с вами расклад или нет. Кстати, очень часто меня спрашивают относительно того, как так. Вот одна неделя проигралась, вторая не проигралась. Смотрите по асценденту также, в том числе. Почему? Потому что бывает такое, что у вас месяцами может работать расклады только по солнцу, потом по асценденту, а может быть по ситуации наоборот. Одна неделя по солнцу, другая по асценденту. Смотрите оба знака, и тогда вам будет легче сопоставить, сравнить и понять, что же больше с вами идет в коннекте. Итак, общая энергия недели, предостережения и рекомендации от карт, что у вас здесь на повестке дня. Итак, шестерка мечей, король монет и семерка монет. Арканы, которые показывают ситуацию, во-первых, это может быть как ваша поездка, там могут быть какие-то встречи с королем монет, то есть мужчины земной стихией телес, делали козерог, взаимодействие по работе, рабочие контракты, это могут быть поездка на курсы, на мастер-классы, то есть то, во что вы инвестируете, чтобы со временем получить свои плоды, результаты своего труда. Также это может быть планирование, вы можете ожидать денег, ресурсов, денежных переводов от короля Пентаклей, но если в рамках недели это только вы как бы переговорите по этим моментам, потому что самого перевода здесь еще нет, в семерка монет это ожидать. Допустим, если вы там выполняли какой-то объем работы и вам собираются оплатить вашу работу, ваши услуги. То есть здесь как выяснять все эти моменты по оплатам, но неделя сама по себе, если смотреть, она у вас действительно здесь проходит продуктивно. Сейчас, конечно, мы проанализируем по всем сферам жизни, но уже эта триада говорит о том, что она будет стабильной, что для вас является самым важным. Если смотреть эту триаду с точки зрения личной жизни для тех, кто у нас свободен. Здесь по десятке монет. Может идти знакомство по протекции кого-то из ваших членов семьи или в кругу членов семьи, назовем это так. Плюс, помимо всего прочего, это также может быть связано, если вы работаете в какой-то крупной фирме или организации, то есть это как бизнес-тренинг, это какие-то встречи, это курсы, повышение квалификации, потому что у вас еще одну колоду, здесь идет тройка монет, видите? Ну или если вы работаете дистанционно, то действительно в этом случае у вас может идти знакомство не только по деловым, но и по личным интересам. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, то по пятерке мечей это ситуация конфликта. Нашла коса на камень, нежелание уступать, нежелание меняться, выяснять взаимоотношения. Здесь просто вот по шестерке монет это желание уйти во своясь. По принципу, если тебе нужно, ты проявишься, потому что как характеристика ситуации эти арканы показывают, я жду от тебя действий. Вот я жду, жду, когда ты проявишься, какие будут действия. Потому что король монет это всегда выражать отношение к партнеру или к партнерше поступками. И как характеристика ситуации это вы будете ждать каких-то поступков. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, четверка чаш это может быть ситуация не то чтобы тоски, отчаяния, хандры, а здесь как переживание из-за отъезда вашего партнера или партнерши. Это знаете как ждать, тосковать. Ситуация ожидания. Переживания могут быть, как там у партнера состоится, командировка, поездка, как пройдет вообще ситуация. То есть, знаете, немного стресса, назовем так. Если анализировать эту тряду карт с точки зрения работы и заработка для тех, кто у нас сейчас не работает и по ряду причин работать не может, то аркан-император говорит о ситуации, что вы можете быть на попечении отца, супруга, брата, родственника. Потому что по этим картам, повторюсь, это как получать денежные переводы, но тем не менее ситуация ваша в финансовом плане, она стабильна. То, что касается вопросов работы, это вы можете только искать, то есть анализировать, действовать, что-то для этого предпринимать, какую-то подработку для себя искать. Но видите, здесь ее нет, потому что по этим картам это быть в режиме ожидания. Для тех, кто у нас является соискателем, паш-чаш, это обращаться за связями, это кого-то о чем-то просить, чтобы вам помогли в трудоустройстве. В частности, обращения к королю монет с просьбой помочь, посодействовать. Трудоустройства на этой неделе нет, это вопрос ожидания, какой же будет результат. Если же вы у нас являетесь наемным сотрудником, то по аркану влюбленные, это будет интересное предложение для вас, которое впоследствии вам может помочь или получить увеличение оклада, индексацию заработной платы, премии, бонусы, надбавки или все и сразу, и повышение по карьерной лестнице, и, конечно же, это будет отражаться на увеличении вашего заработка. Опять же, влюбленные это ситуация выбора, потому что если мы будем смотреть здесь по картам, вам могут предложить, допустим, переехать в новый офис, возглавлять новый офис, то есть быть там на статус выше, но для этого, конечно, вам нужно будет перемещаться. Поэтому семерка монет это, знаете, как взять паузу на размышлении, чтобы принять решение. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным бизнесом, ну здесь, по сути, впадает ваша карта, в особенности, если мне смотрят девушки или женщины, потому что королева монет, безусловно, это реализация, это очень достойный доход, это траты на любые хотелки и это вопросы обогащения. То есть для вас это перспективы и новости получить больше заработка, больше дохода, больше перспектив. Если мы с вами посмотрим эту триаду карт с точки зрения состояния здоровья, то по этим картам обращайте, пожалуйста, внимание на вопросы у нас, связанные с образованием камней в желчном пузыре. И смотрим, конечно же, что у нас здесь с вами по почкам, потому что здесь, вот дотягиваю аркан, девятка монет, это песочек, который у нас может образовываться в камне. Поэтому здесь, пожалуйста, осторожно. Смотрим предостережение, что по этим арканам. Семерка мечей, пятерка монет и падает карта в суд. Здесь могут приходить какие-то как ложные повестки, известия, что вы должны что-то компенсировать или возместить. Ну, объясню. Допустим, вам приходят какие-то смс или звонки на телефон, что вы там могли брать какие-то кредиты или какие-то там заказывали услуги, о которых вы ни сном, ни духом и с вас тут требуют или компенсировать стоимость, или уже там пеня накапало. То есть вы будете здесь разбираться в этой ложной ситуации. Это первый нюанс. Второй момент, как показывают карты, если будут идти какие-либо предложения, инвестировать в долгосрок то, что касается пенсионных фондов, откладывать на счет на какой-то семейный, потому что суд – это еще то, что связано с семьей. Не делайте этого, иначе останетесь без ресурсов, не увидите их. Здесь однозначно будет вопрос мошенничества. И в целом любые схемы, которые вам малоизвестны или какие-то новые проекты. То есть здесь не идет речь о ситуации, когда вы хотите что-то, не знаю, пойти купить себе, а может быть какую-то брендовую вещь. То есть тут больше, знаете, как идет, не о каких-то таких ежедневных сиюминутных покупках, а о чем-то таком крупном, дорогостоящем. Вот здесь может быть ситуация обмана. Ну, к примеру, вы поехали в какой-то брендовый магазин, хотите купить себе дорогую брендовую сумку, но уж простите, по факту здесь будет эта качественно выполненная реплика, а не то, что вы собираетесь приобрести. Поэтому здесь фактически остаться без денег, потому что семерка мечей, пятерка монет и суд – это деньги, которые вы отдали сами, но за фальшивый статус, за фальшивку в целом, потому что эти карты показывают, это не то, что есть на самом деле, потому что суд – это как восстановить оригинал. Копию часовую, допустим, купили по незнанию или там еще какую-то вещь. Поэтому в этом плане, пожалуйста, будьте осторожны. Если же смотреть рекомендацию от карт для вас на этот период, у нас здесь ложится шестерка жазлов. Карта победы, карта цели, карта достижения. Если вы планировали на эту неделю поездки, путешествия, командировки, переезды, смены места жительства, это все будет идти со знаком плюс. Действуйте, у вас однозначно получится. Опять же, если касается это покупки авто, аналогичная ситуация, только есть момент, если это авто, которое уже было в употреблении, проверяйте все тщательно, досконально, потому что, допустим, не знаю, скручен спидометр или еще какие-то моменты, потому что по картам это будет переплатить за качество, которого нет по факту. Вот если так сказать досконально. Анализируем с вами неожиданность периода, что здесь по факту. Итак, у нас падает женщина, книга и падает карта дерева. Ну, в первую очередь, для девушек, для женщин, так как углубляться в знания, не могу сказать, что прям грызть гранит науки, это может быть решение основательно, подобрать себе какую-то школу или, может быть, какого-то учителя, наставника, как для себя, так и, допустим, может быть, для своих чат или помочь вашему партнеру подобрать какие-то образовательные курсы. Ну, может быть, курсы изучения языка. Или если вы предприниматель, то может быть какой-то супер бизнес-тренинг, который действительно поможет вам увеличить ваши продажи, то есть углубиться в знания. Для мужчин это как с подачи женщины чему-то обучаться, чему-то учиться, расти личностно и духовно. Ну и в целом для мужчин еще этот ряда говорит о том, что как раскрыть женщину, прочесть как книгу, укрепить отношения, потому что книга и дерево — это отношения, в которых вы будете, знаете, прорастать, создавать глубокие корни. Это то, что, знаете, как фамильное древо, потому что книга и дерево — это желание открыто с человеком состоять в прочных отношениях и проживать эту жизнь. Поэтому у вас прекрасный здесь период, прекрасные арканы, пусть так и будет. Закроем вам, во всяком случае, соответствующим образом. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас по факту отыгрывается эта информация, этот расклад. Буду вам признательна за коммуникацию. Всегда благодарна вам за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты, за ваши подписки. Это все помогает развитию канала. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.